Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 мая. И вот сегодня я буду заканчивать подвязывать свои томаты колышком. Я хочу рассказать все-все-все именно о подвязке, потому что вопросов много и в комментариях. На Одноклассниках в прошлом году меня спрашивали. Я сейчас расскажу все подробности, чтобы уже к этому вопросу больше не касаться. Вот подвязка. Много вопросов. Зачем? Когда подвязывать? Какие в первую очередь? Чем подвязывать? Как? Каким способом? Сколько раз за сезон? Видите, как много вопросов. Потому что если кто-то человек начинающий, он действительно думает, как, когда, на какой высоте подвязывать, какие. Ну, начну сейчас с такого, с веселого. Вот про мои вот эти вот веревочки. Меня уже года три в Одноклассниках и везде. Одному отвечаешь, другой спрашивает. Почему веревочки красного цвета и почему бархатные? Про красный цвет что только уже не придумано. Некоторые спрашивают. Вы специально красные, что существует такое, как легенда, что при красном цвете плоды быстрее созревают. Ну, типа, видят, что красное что-то и сами краснеют. Некоторые говорят, что красные тряпочки вешать в огород нужно от сглаза. И думают, что я вот в красной тряпочке по всему, ну, чтобы не сглазили, ну, чтобы хорошо все созревало. Про вот это, про то, что они бархатные, вот такие велюровые, что чтобы не скользили. Ну, короче, я сразу скажу всем, чтобы больше вопросов не возникало. Но людям, правда, интересно. Не первое, не второе, не третье, ну, не из-за этого получилось все просто случайно. Мне же нужно много вот этих вот веревочек всяких. И муж видел мой, как я мучаюсь, там нарезаю всякие тряпки, свои отходы. Вот когда шью, остаются маленькие клочки, нарезаю. И он просто там в одном месте увидел мебельное производство. Вот эти отходы, всякие обрезки, они мешками выбрасывают, взял и мне привез. Почему все они бархатные, почему все они одинакового цвета? Сейчас я вам расскажу, где же здесь видно или нет. Потому что это мебельное производство было непростое. Видите крестик? Производство гробиков, красивых таких бархатной обшивки, подушки. Ну, так как все эти ткани были новые совершенно и неиспользованные, я решила, что их можно все-таки. И то, что здесь вот крестики на всех этих, ну, ничего страшного. Это же делались просто подушечки какие-то там, рюшечки. Все, насчет цвета, насчет велюра выяснили. Теперь, зачем подвязывать? Ну, зачем подвязывать томаты? Ясно, потому что они, во-первых, вот сейчас двери, обе двери открываю, ветер, они колышутся, они завалятся. Когда будут здесь плоды, они, конечно, не выдержат вес плодов, они упадут. Это на вопрос, зачем? На вопрос, когда, если есть время, лучше привязать сразу. Если нет времени, можно привязывать этими как партиями. Сначала один ряд, потом еще один ряд. Ну, желательно до формирования, когда уже помидорки, до завязывания плодов нужно привязать. Какие в первую очередь, это ясно, что те толстоногие, тут опять у нас, они выигрывают, они долго себя держат, они короткие. Вот такие, как Настенька, Демидов, я их привязываю в самую последнюю очередь. В первую очередь, конечно, привязываю все высокорослые, детерминатные, двухметровые, которые. Вот как я привязываю восьмеркой, как она считается, петля восьмерка. Я одной ниточкой привязываю два куста к одному. Вот так раз завязываю, слабо, не в натяг, чтобы здесь оставалось пространство для дальнейшего роста. фиксирую жестко колушку, тут жестко завязываю, и следующую опять привязываю слабо, чтобы туда хотя бы один палец в эту петлю входил. Но это на будущее, она же растолстеет. Все, они вот так подтянуты к обойму, ну как обе к одному колушку. Вот так, типа восьмеркой я завязываю. Чем можно завязывать? Завязывать можно хоть чем. Вот у меня самый идеальный вариант, они мягкие, они действительно не скользят, они еще тем более трикотаж, они не перетягивают растения, и они мне так нравятся. У меня еще там полмешка не нарезано, я буду теперь нарезать и пользоваться ими очень долго. Но можно любыми. Вот у меня из старых запасов есть даже вот такие от моего швейного производства остатки. Просто подкладочная ткань осталась, как типа шелковая. Можно и такой, но такая мне не нравится, она сыпучая. Можно любыми. Пробовала шпагатом, шпагатом неудобно. Он очень тонкий, и когда плоды тяжелые, как она наклоняется, если вот этот стебель может вдавливаться и перерезать. Но это опытным путем все это мы проходим. Сколько раз подвязывать? Конечно, это зависит от сорта, от длины стебля и от веса плодов. Чем крупнее плод, тем чаще нам приходится подвязывать. И чем длиннее ствол, высокорослые, индотерминатные, иногда приходится подвязывать по пять раз. Первый раз я подвязываю, вот она, цветочная кисть. Я вот подвязала под первой цветочной кистью все. Здесь сейчас начнет формироваться, она полезет дальше. Опять снова цветочная кисть, плоды, как только начнут они наливаться, она, конечно, будет уже отваливаться, еще раз под цветуть, ну, под плодовой кистью. И, короче, если уж так вот схематически, то каждую плодовую кисть, конечно, лучше бы зафиксировать, колу и подвязать. Потому что плоды, они будут куст клонить на бок. Но это вы все сами поймете. Вы увидите, что помидор вырастает, томат начинает уже заваливаться на бок. Конечно, его лучше подвязать. Все. Вот это было видео подробное о подвязке, о веревочках, о высоте таких томатов. И в последнюю очередь я, конечно, подвязываю те толстоногие коротколапые. Их после высадки можно в течение полумесяца, можно в течение трех недель не подвязывать. Они даже с первой завязью, с первой цветочной кистью держат себя сами, ствол толстый. Этим они освобождают, развязывают мне руки. Я пока занимаюсь другими делами, потом сотрю у них уже, если помидорки. Начинаю тогда их подвязывать. А вот такие высокорослые, которые, видите, вон уже немножко заваливается. Сейчас покажу. Вот видите, они уже начали наклоняться. Они высокие. Их нужно обязательно подвязывать сразу после высадки. На них даже еще помидор нет, они уже начинают клониться. Все, до свидания. Продолжение следует...